Процедура банкротства для многих действительно является последней возможностью избавиться от всех долгов и начать жизнь, что называется, с чистого листа. Стоимость процедуры банкротства остается достаточно дорогим удовольствием для должника. И, как показывает практика, с каждым годом банкротить граждан все сложнее. Но, к сожалению, банкротство подходит не всем. Поэтому здесь, конечно, все индивидуально. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами на связи Станислав Мурлев, юрист по банкротству физических лиц. И в сегодняшнем видео поговорим о минусах процедуры банкротства. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, на котором я публикую только свежую и полезную информацию, которую вы не найдете больше ни в одной из моих социальных сетей. Ссылку на канал я оставлю в описании к этому видео. Процедура банкротства для многих действительно является последней возможностью избавиться от всех долгов и начать жизнь, что называется, с чистого листа. Но, к сожалению, банкротство подходит не всем. И, как показывает практика, с каждым годом банкротить граждан все сложнее. Законодатель постоянно совершенствует процедуру банкротства и вводит новые критерии для полного списания долгов. Сама процедура банкротства физических лиц довольно дорогая для многих граждан. Ее средняя стоимость составляет порядка 125 тысяч рублей. И здесь, если сумма ваших долгов до 250 тысяч рублей, то проходить ее экономически просто невыгодно. Во время процедуры банкротства вы не сможете пользоваться своими банковскими картами, открывать новые счета, вклады и так далее. Данное ограничение накладывается на должника сразу после признания его банкрота. Но не стоит сильно расстраиваться. Для обычных расходных операций вы всегда можете оформить карту на родственника или знакомого и спокойно пользоваться его банковской картой. Также важно помнить, что на втором этапе процедуры банкротства вы будете получать только прожиточный минимум. Также, если у вас есть теждевенция, то получать прожиточный минимум сможете и на них. На своем сайте я очень подробно писал про прожиточный минимум при банкротстве, посвятил этому отдельную статью. Крайне рекомендую прочитать ее, так как в этой теме есть очень много интересных моментов и подводных камней. Ссылку на статью я оставлю под этим видео. Если в вашей собственности имеются так называемые предметы роскоши – автомобиль, вторая квартира, гараж, земельный участок – то они могут быть изъяты и включены в конкурсную массу с последующей реализацией на торгах. Конечно, существуют легальные юридические схемы, как можно такое имущество сохранить, но риски лишиться его все равно остаются. Стоимость процедуры банкротства остается достаточно дорогим удовольствием для должника. На сегодняшний день банкротство обойдется вам от 125 тысяч рублей. Но здесь тоже все весьма условно, так как у некоторых должников данная стоимость может равняться одному ежемесячному платежу по кредитам. Поэтому здесь, конечно, все индивидуально. Конечно же, все перечисленные минусы банкротства физических лиц – они весьма условны, так как все они компенсируются одним большим плюсом, а именно тем, что по завершении процедуры с вас будут списаны все долги и вы сможете в полной мере распоряжаться всеми своими доходами и освободиться от долгового рабства. После признания вас банкротом вы сможете снова выезжать свободно за границу, брать кредиты в банках, открывать счета и так далее. Все ограничения в отношении вас будут сняты. Напоминаю, друзья, если у вас имеются проблемы с кредитами и вы хотите избавиться от них раз и навсегда, то обращайтесь к нам, мы обязательно поможем вам списать все ваши долги через процедуру банкротства физических лиц. Мы работаем по всей России. Ссылка для связи со мной есть в описании к любому видео и в шапке канала. Также обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы в дальнейшем не пропустить новые полезные выпуски. Я же искренне желаю вам всех финансовых благ, друзья, и скорейшего решения ваших проблем с долгами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok